МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 80-квартирных многоэтажных жилых дома по программе Норлужер возводятся в Жамбулской области. Три многоэтажки планируют сдать в декабре этого года. Еще одну в следующем. В строительстве двухстроений в массиве Арай задействовано 200 человек. Все применяемые материалы отечественного производства. Наряду с этим до конца года планируется завершить проектно-сметную документацию еще 14 домов. В текущем году выделено 1,6 млрд тенге на строительство 4 домов. Разрабатываются проекты 35 многоэтажных жилых домов. Это 15 микрорайона, это в конце улицы Сулейманово, города Тарас. 10 проектов планируем получить положительное заключение экспертизы до 1 августа текущего года. И автоматически начнется их строительство. На эти цели уже из национального фонда выделены деньги 1,8 млрд. В рамках государственной программы по диверсификации производства и развития индустрии в Атараусском регионе до конца года откроется несколько новых предприятий. Сегодня в областном центре запустили завод по производству запорной арматуры. В настоящее время предприятия, открытые по программе индустриального развития, производят не только нефтяную продукцию. Один из примеров – совместное казахстанско-британское предприятие по производству трубопроводной арматуры, стоимость в первой очереди завода – полмиллиона долларов. Таким образом, в Атарау будет производиться весь ассортимент трубной арматуры, на закупку которой ежегодно тратятся десятки миллионов долларов. Благоприятный инвестиционный климат, государственные программы, поддержки бизнеса – вот первое, что привлекает английские компании, заходящие на казахстанский рынок. Результат – только в этом регионе за последнее время открылось около 60 совместных предприятий, в которые инвестировано 6 млрд долларов. Текущий год для казахстанских оптовых и розничных торговых предприятий начался с резкого роста. За первый квартал крупные, средние и малые компании заработали рекордную за последние пять лет прибыль. Совокупная сумма прибыли предприятий и отрасли до налогообложения составила 176 млрд тенге. Это в два с половиной раза больше объема прибыли, зафиксированной по итогам первого квартала прошлого года. Тогда она составила 68 млрд тенге. Основная сумма чистого положительного результата деятельности пришлась на малые торговые предприятия – 142 млрд тенге против 44 млрд тенге год назад. Крупные и средние предприятия торговли по итогам января-марта 2017 года получили чистую прибыль в сумме 34 млрд тенге или на 42% больше, чем годом ранее. Инвестировать в рискованные проекты и получить сверхприбыль. В Комитете по науке и технологиям совместно с экспертами ООН разрабатывается модель финансирования инновационных начинаний в бизнесе и на производстве. Инновационное развитие связано с риском, отмечают специалисты, в том числе потерей вложенных денег. Но именно такие проекты могут принести прибыль в разы превышающие затраченные средства. Создание механизма, позволяющего финансировать такие начинания – это одно из рекомендаций Европейской экономической комиссии ООН. Предполагается, что на рискованные проекты будут выделяться до пятой части средств Централизованного инновационного фонда. А заработанные деньги будут направлять на развитие ставших в Беларуси уже традиционными направлениями инновационного развития – нано- и биотехнологии, информационной системы и сферу IT. У нас нет ученых так называемого права на риск. То есть мы должны в обязательном порядке все государственные деньги 100% получить результат. Понятно, что все прорывные разработки, инновационные, то, что мы не делали, нельзя гарантировать успех. Вот здесь нам эксперты дают такое замечание или рекомендацию, что мы все-таки должны начать финансировать рискованные проекты. На президентское кресло в Кыргызстане претендует 30 человек, и список только растет. Депутаты, бизнесмены, безработные, бывшие, премьер-министры, пенсионеры и ученые. В избиркоме страны небывалый ажиотаж. Меньше двух недель осталось до конца срока подачи заявлений в Центр избирком. Желающих поучаствовать в президентской гонке уже три десятка, правда, это значительно меньше, чем на прошлых выборах. Возможно, некоторым помешал увеличившийся в разы избирательный залог. Сейчас кандидат должен внести 14,5 тысяч долларов. Каждый день по новому претенденту. Много времени уходят на решение организационных вопросов, говорят сотрудники Центра избиркома. Сейчас они проводят встречи с полицейскими, обсуждают, как обеспечить порядок и прозрачность голосования. Тем временем, некоторые кандидаты уже начали работу с избирателями. Они ездят по регионам, другие работают с электоратом через соцсети. Агитировать официально можно будет с 10 сентября. В течение августа все кандидаты должны предоставить листы с 30 тысячами подписей избирателей, документ о внесении залога и сертификат о знании кыргызского языка. Выборы президента в Кыргызстане пройдут 15 октября. Для голосования откроется более 2000 участков в республике и за рубежом. Впервые будет использование автоматически считывающих урн и биометрическую идентификацию избирателя. Эти технологии позволяют исключить фальсификацию итогов в выборах на избирательных участках. Международный арбитраж в ГААГе обязал Россию выплатить Нидерландам компенсацию в размере почти 5,4 миллиона евро по делу судна Arctic Sunrise. Согласно решению суда, Нидерландам причитается 1,7 миллиона евро за повреждение, причиненное судном, и 600 тысяч в качестве моральной компенсации. Также 2,5 миллиона евро получит команда Arctic Sunrise в качестве материального ущерба. Судно было задержано российскими пограничниками осенью 2013 года после попытки активистов Greenpeace забраться на нефтяную платформу Приразломная, где они хотели провести акцию протеста. 30 человек были впоследствии арестованы по обвинению в хулиганстве. В конце того же года они были амнистированы. Летом 2014 года был снят арест судна и его вернули Нидерландам. В 2015 году суд признал, что Российская Федерация нарушила международные права, однако размер компенсации тогда не был установлен. Российская сторона заявила о намерении обжаловать это решение. В США еще два сенатора-республиканца отказались поддержать текущую версию закона проекта о системе медицинского страхования, которая должна прийти на смену программе Obamacare. После этого президент США Дональд Трамп, который объявил реформу здравоохранения одним из главных пунктов своей программы, заявил, что республиканцам необходимо заново разработать законопроект, который будет создан с чистого листа. По мнению Трампа, демократы к ним присоединятся. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митчелл МакКоннелл выразил сожаление, что усилия по отмене программы с одновременным принятием нового закона не увенчаются успехом. Он сообщил, что в ближайшие дни Сенат проголосует по отмене большей части положений действующего законодательства. В Иерусалиме после нескольких лет реконструкции открывается Сергеевское подворье. Оно готово принять первых гостей более чем за сто лет. Подворье было построено в конце XIX века, стало своего рода административным центром императорского православного палестинского общества. Организации, помогавшие паломникам, многие из которых останавливались прямо здесь. Из-за особенностей законодательства Османской империи того периода подворье считалось частной собственностью. Формальным владельцем стал председатель палестинского общества, великий князь Сергей Александрович. По его имени и назвали учреждение. В 2008-м Израиль принял решение вернуть подворье России и вскоре началась реконструкция. Для меня это не только кров и стол, это историческое место. Я думаю, для всех паломников, которые сюда приедут, это будет не просто гостиница. Они будут чувствовать себя будто в святом месте. 39 тысяч человек эвакуированы в канадской провинции Британской Колумбии, где бушуют лесные пожары. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Огонь распространился на 350 километров. Стихии поглощают жилые дома, общественное строение и промышленные предприятия. На ликвидацию пожара брошены силы военной авиации. Австралия выслала на помощь 50 специализированных самолетов. Около 80 миллионов долларов по данным властей выделяются на борьбу с огнем и помощь тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Людям также оказывают поддержку благотворительные организации и Красный Крест. Взлет интернет-гиганта Netflix настолько стремительен, что превосходит ожидания даже аналитиков с Уолл-стрит. Еще весной компания-поставщик видеоконтента обрадовала акционеров, преодолев символический рубеж в 100 миллионов подписчиков. Во втором квартале подписку на сервис оформили свыше 5 миллионов 2 тысяч новых пользователей. На 2 миллиона больше, чем прогнозировалось. Растет число иностранных подписчиков за пределами США. А это значит, что впервые компания может зафиксировать годовую прибыль на зарубежных рынках. Согласно отчету за второй квартал, чистая прибыль Netflix увеличилась до 65 миллионов 600 тысяч долларов с 41 миллиона годом ранее. Стоимость акций выросла более чем на 10% на закрытии торгов в Нью-Йорке. В производство новых фильмов и сериалов компания планирует вложить 6 миллиардов долларов. Однако конкуренты в сфере интернет-телевидения не дремлют. Стратегию создания собственных телепродуктов уже взяли на вооружение такие гиганты, как Amazon и Apple. Платежная система PayPal в скором времени будет выпускать в Европе собственные дебетовые карты Visa. Возможным это стало благодаря соглашениям между PayPal и американским оператором платежных карт. Теперь две компании, которые уже реализовывают совместные проекты в США, будут сотрудничать в Старом Свете. Эта услуга может быть особенно полезна представителям малого бизнеса, а также пользователям PayPal, у которых нет банковского счета. Они смогут теперь, к примеру, с помощью телефона оплачивать покупки в обычных магазинах. Система PayPal известна тем, что она позволяет людям напрямую пересылать деньги со счета на счет без использования банковских карт. Продолжение следует...